Сейчас в регионе в эфире канала ПС. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Вначале отличная новость. Поморье в пятерке лучших регионов северо-запада по развитию спорта, а также на 35 месте среди всех областей России. Рейтинг сформировался по итогам смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в регионах, которую провело Федеральное министерство спорта. Учитывалось развитие спорта высших достижений, адаптивной физической культуры, подготовки спортивного резерва. По итогам конкурса поморье на четвертом месте по северо-западу уступаем лишь Санкт-Петербургу, Ленинградской и Новгородской областям. Напомним, что еще три года назад в рейтинге Министерства спорта России Архангельская область занимала 76 место. Похоже, поморье скоро усилит позиции в рейтинге регионов, где активно используются высокие технологии. Наша область станет полигоном для испытания лазерной установки для резки льда. Новая технология по замыслу разработчиков обеспечит проводку любых судов через ледовые поля вне зависимости от их мощности. Уже в апреле будут изучены ледовые площадки региона, выбрано место для проведения эксперимента и определен перечень судов, которые примут в нем участие. Лазерная судовая установка разработана в рамках федеральной целевой программы развития гражданской морской техники. Новое оборудование не имеет аналогов в мире и способно разрезать лед толщиной до 1 метра и более. Пилотные испытания запланированы в Архангельской области на конец 2017 года. Но этой весной и без лазерного оборудования, похоже, справимся. Толщина льда на реках по морю сейчас около 60 сантиметров. Уровень воды пока в норме. Ледоход на реках области может начаться на 10-15 дней раньше нормы. Ситуация на контроле отметили в региональном управлении МЧС России. Ледоход на Двине начнется примерно 17-18 апреля. И в этом году, по словам специалистов, он пройдет легко и спокойно. Подготовка к поводку идет во всех муниципалитетах области. Однако, некоторые трудности все-таки имеются. Мы всегда готовимся к более худшему варианту развития событий. Поэтому готовимся по полной программе. Из особенностей, наверное, то, что на низких уровнях происходил ледостав, это первый момент. Но, естественно, и сейчас уровни не очень большие. И второй момент – это большой снегозапас. Но в марте месяце, в связи с тем, что были положительные температуры, он несколько снизился и почти приблизился к среднегодовому. Служи, солдаты, будь прилежен, но помни, дембель неизбежен. Под этим девизом в ближайший год будут жить полторы тысячи северян. Именно столько новобранцев должны пополнить ряды российской армии. Старт призыва уже дан. Продлится весенняя кампания до 15 июля. Служить северяне будут в Западном военном округе, Северном флоте, в Калининградской области, в Восточный, Южный и Центральный военные округа. В этот призыв никто не отправится. Очень повезет в этот призыв тем ребятам, которые к службе годны, но обучаются в средних профессиональных учебных заведениях. Раньше они по истечению 20 лет не подлежали призыву. На сегодня в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации данные граждане не подлежат призыву. И они подлежат призыву после окончания данного учебного заведения. Самым популярным местом службы по-прежнему остается президентский полк. Из Архангельской области отдавать долг родине в элитном подразделении отправятся 10 человек, желающих попасть туда сотни. Интерес к специальной воинской части понятен. За время службы мальчик точно превратится в мужчину, а после прямая дорога в МВД, ФСБ и другие государственные органы. Не теряется у молодых людей и интерес к службе в армии в целом. В прошлом году у клонистов с области набралось только 7. Часто откосить от армии пытаются те, кто имеет детей на содержании. Сегодня власти делают все, чтобы служба в армии никак не повлияла на материальное положение семьи. Если парень проходит службу по призыву и в соответствии жена рожает, поэтому выплачивается это пособие 22 958 рублей. И вот на протяжении последних 5 лет проблема, чтобы где-то жалобы поступали на наш адрес, что где-то выплаты не производятся, такого нет. Плюс ежемесячное пособие 10 528 рублей женам, которые ждут возвращения своих мужей и воспитывают детей возрастом до 3 лет. Особые привилегии имеют и новобранцы, чьи родители инвалиды или сироты. В таком случае ребята могут рассчитывать на службу в области. Новобранцев примет и Ломоносовский обоз. 100 российских школьников пройдут дорогой Михаила Васильевича Ломоносова. Акция «Ломоносовский обоз. Дорога в будущее» пройдет уже второй раз. Ее участники – старшеклассники из 54 регионов страны. Чтобы попасть в программу, нужно было написать эссе о работе Ломоносова в какой-либо научной сфере. Стартует поход в Москву 8 апреля от здания библиотеки САФУ. Время в пути – две недели. Дети посетят Вологду, Ярославль и Москву. А до отъезда старшеклассникам покажут архангельские оборонные предприятия и Холмогорский район – родину Ломоносова. Школьники поедут на автобусах, но это не просто автобусы, это своеобразные учебные классы. То есть во время поездки с ними будут работать эксперты, которые будут помогать им доработать свои проекты. По итогам поездки каждый напишет научный проект. Автор лучшей работы станет президентом Международного Ломоносовского клуба на ближайший год. Повезло и тем, кто проявил себя как отличный специалист в сфере профессионального образования. Для таких умельцев по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова учреждены именные стипендии. Дополнительные денежные выплаты предназначены юным северянам, успешно выступившим на чемпионатах, которые проводятся под эгидой глобального движения WorldSkills. Стипендии предполагаются выплачивать студентам и выпускникам техникумов, а также колледжи региона. Кроме того, на денежные поощрения могут претендовать и представители вузов Поморья. Основной критерий – победа или призовое место в национальных и международных чемпионатах профмастерства. В 2016 году регион активно включился в движение WorldSkills Russia. Создан соответствующий региональный координационный центр на базе Архангельско-областного института открытого образования. Для ребят, которые проявляют себя на национальном чемпионате, предусмотрены премии для победителей в размере 150 тысяч рублей, для призеров в размере 100 тысяч рублей. Не будут забыты и наставники ребят. За подготовку лучших молодых профессионалов страны, педагоги и мастера получат дополнительные выплаты от 50 до 100 тысяч рублей. Необходимые денежные средства предусмотрены в региональном бюджете. Добавлю, что за несколько последних лет 8 студентов техникумов и колледжей Архангельской области стали победителями и призерами чемпионатов WorldSkills. Людям с ограниченными возможностями будет легче найти работу. Об этом позаботились федеральные чиновники. Министерство труда и социальной защиты России предлагает дать государственным службам занятости больше полномочий при трудоустройстве этой категории граждан. Это означает, что сейчас специалисты службы занятости должны работать не только с теми инвалидами, кто обращается к ним с заявлением о предоставлении услуг, но и с теми, кто к ним не приходит. Информация о гражданах, имеющих инвалидность, предоставляется в органы службы занятости населения от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. Наши специалисты, получив эту информацию, начинают работать с гражданами. Они обращаются к ним по телефону. При необходимости могут обратиться по месту его проживания. Поправки к закону о занятости населения уже подготовлены. По данным исследований, сейчас оплачиваемая работа есть у 16% инвалидов. При этом среди незанятых граждан этой категории готовность работать выражает примерно каждый шестой. Уникальный исторический экспонат из Салихарда сейчас находится в Архангельске. Практически полностью сохранившийся детеныш мамонта, которому, как утверждают ученые, уже 42 тысячи лет. Его нашел на Ямале в 2007 году оленевод Юрий Худи. Мамонтенка назвали в честь его жены Любой. Экспонат удивлял гостей города в дни Арктического форума, но и сегодня увидеть его может любой желающий. По мнению специалистов, детеныш отстал от матери, подскользнулся и упал с обрыва в реку, захлебнувшись илом. Именно эта среда и позволила сохраниться древнему животному до наших дней. Выставку «Находка на краю земли» посетили уже более тысячи человек. Но поток желающих познакомиться с Любой не иссякает. Все, кто приходят, они, конечно, так же, как и мы, не остаются равнодушными. Уходят и с улыбками. Один совсем юный посетитель ушел в слезах, так ему жалко было эту Любу. Но, тем не менее, все-таки равнодушным не уходит отсюда никто. Прикоснуться к истории можно до 1 июля на выставке «Находка на краю земли». Расположена она в музее художественного освоения Арктики имени Борисова на Поморской, 3. Вход со двора через кованные ворота прямо и направо. И несколько слов о погоде. В областном центре сегодня солнечно, но ветер усилился. Порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Будьте аккуратнее, берегите себя и до встречи в 19.20 на канале ТВ-центр в программе «Автограф дня».